Следующий момент. Отсутствие фильтров. При приеме на работу риэлторы не проходят систему фильтрации. Мы фактически зовем на работу всех. Возраст, пол, образование практически очень редко. Я смотрел совсем недавно, как подбирают. Фактически, если человек умеет говорить, если он совершеннолетний и еще там ему не 80 лет, то фактически все могут быть риэлторами. И следующий момент. Риэлторы очень быстро принимают и, к сожалению, очень долго увольняют. Человек, пришедший, может уже завтра. Возраст по закону, да, возраст по закону нельзя, но можно сделать наводящие, скажем так, вопросы. То есть можно обговорить стаж работы, можно обговорить определенное образование, чтобы 18 лет не приходил. Ну а дальше вы можете уже фильтр сделать уже на собеседование. Хорошо. И следующий... Сейчас слайд грузится. Мы говорим о том, что в некоторых компаниях, как правило, это в больших компаниях, нет единой цели. То есть здесь получается ситуация, при которой один из... Ну, если вот здесь не до конца понятно, то это известный монолог. Известный монолог Райкина о том, как ему шили костюм. Каждый отвечал за свою задачу. Здесь получается такая же ситуация. Кто-то людей набирает, другой их обучает, они потом работают вообще в третьем месте. То есть есть отдельно человек по кадрам, есть сотрудник по обучению и дальше есть руководитель отдела продаж. То есть если нет единой цели, они не завязаны между собой, то человек, специалист, который нагоняет, он может нагнать вот этот трафик, он может собрать вообще отовсюду людей и выполнить свою задачу. А как с ними дальше будет работать, его уже не волнует. И вот эти три ошибки, я их единым блоком объединил. Ну, результат получается такой, что публика очень разношерстная. И вот картинка, я думаю, скажет сама за себя. Дальше. В большинстве случаев для привлечения риэлторов используются одношаговые продажи. То есть мы приглашаем человека сразу на работу. Другими словами, получается идет продажа в лоб. Приходи работай. Подразумевается, что человек уже знает обо всех плюсах. Человек знает обо всех плюсах, минусах профессии. Что он мотивирован выйти на работу. То есть приходи работать. Все. То есть больше ничего нет. В большинстве случаев, я так понял, 90% на сегодняшний день используют такую тактику. Эта тактика у нас неплохо работала. Наверное, года полтора уже она практически... Ну, последний год она вообще плохо работает. Удар в лоб, он такой прямой. То есть, другими словами, что если футболисты начинают игру, то с первого удара никто не бьет сразу поворотом. С центра поля никто не лупит поворотом. Почему? Ну, не забьешь гол. Боксеры, когда выходят на ринг, они не пытаются с первого удара сбить человека с ног. Есть разведка, есть маневры. Маневры есть. Здесь то же самое. Чтобы подобрать нужную аудиторию, мотивировать. Несколько ступенек должно пройти. Естественно, какие-то люди придут. Но придут только верхняя часть. Те, кто уже выбрал для себя профессию риелтора без вашей помощи, без вашего участия. Далее. Собеседование один на один. К сожалению, это уходит в прошлое. Собеседование один на один мы можем применять только уже на финальных стадиях просева. Если мы создали воронку продаж, то собеседование один на один, оно может быть уже или с очень важным сотрудником ключевым, либо на уже самой поздней стадии, когда мы уже отсеяли всех лишних кандидатов. И, ну, фактически, это уже идет зачистка. Это уже идет не потеря времени. Это идет, это идет уже, скажем так, какие-то последние приготовления к трудоустройству. Так, а скажите тогда, пожалуйста, небольшой перерыв. Я посмотрю пока, какие вопросы мне пишут. И скажите, пожалуйста, на сегодняшний день есть те, кто не проводят собеседование один на один, кто проводят групповые первые, чтобы пришло много людей, чтобы пришло сразу их человек 20, 30, 50, если вы собрали. И дальше уже вы проводите групповую какую-то презентацию. Дальше в режиме быстрых собеседований вы отсеяли основную часть, а с остальными нет такого, нет такого. Хорошо, есть, значит, люди. Хорошо, я услышал, я понял. 100 агентств, ну, неплохо. Ну, смотрите, в чем недостаток работы один на один в собеседовании, это то, что, да, мы дойдем до 15 пункта, их всего 15. Огромный расход времени. Самый главный актив, который есть в фирме, это время руководителя. Время непосредственно руководителя, это самое ценное, что есть. То есть, ваше время, оно конечно, вы не можете трудиться, там, 30-40 часов в день. И время ваших заместителей, руководителей отделов продаж, оно тоже ограничено. Поэтому идеальный вариант, это, конечно, когда проходит группа. Опять же, когда есть групповая встреча, или когда при индивидуальной встрече не создается конкуренция. Человек приходит, видит, что вы там час с ним разговариваете, у вас неограниченное время. Он вам позвонил, вы подстраиваетесь. Вы подстраиваетесь под его пожелания, вы подстраиваетесь под его удобное время. Естественно, не создается конкуренция. Это еще одна ошибка, которая очень сильно стопорит развитие. И кандидат не ценит профессию. Вы перед ним пропрыгали, там, час, вы побеседовали, полчаса, час. Если помните очень хорошо эпизод «Операция И» и другие приключения Шурика, когда оппонент Шурика, я не помню, как его звали, там, Гоша, может быть, не помнили, Вася его звали, когда он лег, а вокруг него прыгали и рассказывали ему, там, все, как надо работать. Ну, картинку помните, да? Вот приблизительно вот так же вас воспринимают, вас воспринимают как кандидат, когда что вы тратите огромное количество времени, он видит, что он один пришел, что нет вокруг него кандидатов, он не стоит плечом к плечу. Это очень сильно тормозит. Коллеги, вы смотрели фрагмент вебинара «Кадровый голод. Какие основные ошибки совершают руководители агентств недвижимости при наборе риэлторов?» Эти и многие другие вебинары, а также фрагменты вебинаров, вы можете посмотреть на нашем видеоканале, а также скачать полную версию вебинара на нашем сайте. Ссылки на скачивание находятся в описании этого видео. Если вы хотите перейти от теории к практике, если вы настроены серьезно и решительно, если вы хотите решить кадровый вопрос в своем агентстве недвижимости, предлагаю познакомиться с нашей программой, которая называется «Набор риэлторов от А до Я». Минимум теории, максимум практики. Мы проанализировали успешный опыт набора сотрудников в нашу компанию. Наша компания была сначала маленькой, потом мы разрослись, стали типичным середнячком. В последние несколько лет мы выросли и на каждом этапе мы проанализировали типичные приемы, которые приводили к успешному развитию. Все это мы, весь наш успешный опыт, весь успешный опыт других компаний российских, мы занесли, собрали и сделали полноценный тренинг, который называется «Набор риэлторов от А до Я». Вот это майндмэп, это ментальная карта, это схема этого тренинга. С одной стороны информации много, с другой стороны она очень четко структурирована, вам дается задание, вы его выполняете, мы даем по каждому выполненному заданию, дается обратная связь. Для того, чтобы принять участие в этом тренинге, необходимо заполнить анкету. Впереди по ссылке, которая указана под этим видео, заполните анкету, мы с вами свяжемся. Мне необходимо провести короткое интервью, потому что не для всех компаний подойдет данная программа. Для того, чтобы инструменты сработали очень хорошо, необходимы ряд условий. Заполните анкету, переходите по ссылке, заполняйте анкету и до встречи на тренинге «Набор риэлторов от А до Я». Субтитры подогнал «Симон»!